Нам любые дороги пороги. Нам любые дороги пороги. Рабочая группа ПриАП решила смягчить требования к кандидатам в губернаторы. 2. Газета «Коммерсант» номер 31 от 20 февраля 2019 года, СТР. 3. Единая Россия согласилась уменьшить максимальный пророк муниципального фильтра на губернаторских выборах с 10% до 5% от общего числа местных депутатов и глав. Вопрос об изменении законодательства обсуждался на рабочей группе при администрации президента АП. Лоббировавшая смягчение фильтра глава Центризбиркома, ЦИК, Элла Памфилова рассчитывает, что намеченные на сентябрь 16 губернаторских кампаний пройдут уже по новым правилам. Эксперты считают такую реформу косметической. Реформа законодательства обсуждалась на рабочей группе при АП во главе с первым заместителем администрации президента Сергеем Кириенко с участием представителей ЦИКа, политических партий и экспертов. О том, что единороссы поддержат смягчение муниципального фильтра, объявила первый замсекретарь агентсовета Единой России, депутат Госдумы Ольга Баталина. Сейчас кандидаты в губернаторы для регистрации на выборах должны собрать в свою поддержку подписи от 55% до 10% муниципальных депутатов и глав. Выработанное сейчас предложение подразумевает снижение верхней планки фильтра до 5%. Это результат моего похода к президенту в январе он услышал, сказала твердый знак Элла Памфилова. Раньше была развилка от 5% до 10% подписей муниципальных депутатов, а теперь не выше 5%, говорит она. То есть ЗАГСобрания могут снизить до 4%, до 3%, нижней планки нет, отметила глава ЦИКа. Смягчение фильтра с весны 2017 года активно добивалась думская оппозиция. Лидеры трех думских партий КПРФ, ЛДПР и Справедливой России просили Владимира Путина принять политическое решение об отмене муниципального фильтра на губернаторских выборах для парламентских партий. На сентябрь 2019 года намечены прямые выборы глав 16 регионов. В Санкт-Петербурге и Сахалинской области установлена максимальная планка муниципального фильтра в 10%, в Калмыкии она составляет 9%, а в Забайкальском крае 8%, в 7 регионах она составляет 7%, еще в 3-6%. Пророк в 5% действует в Башкирии, Оренбургской и Волгоградской областях. А Заксобрание Курганской области в декабре снизило ее с 6% до 5%, но эти поправки пока не вступили в силу. Кого назначают в своей администрации губернаторы-оппозиционеры? В регионах, которым в 2019 году предстоят губернаторские выборы, не считают реформу значительной. В пресс-службе губернатора Челябинской области Бориса Дубровского полагают, что это обострит конкуренцию, но тем слаще будет победа, которая будет одержана в первом туре и в которой мы не сомневались бы даже в том случае, составь этот пророк 1%. Липецкий вице-губернатор Александр Костомаров тоже не считает реформу радикальной, у нас и 5% муниципалов нет ни у одной партии, кроме Единой России. Вопрос ведь не в размере фильтра, а в том, как партии работают на местных выборах. Лидер фракции Единой России в Заксобрании Санкт-Петербурга Александр Тетерденко заявил, что всегда выступал за смягчение фильтра. А один из думских единороссов назвал реформу игрушкой в послабушке, усиливается монополия Единой России в МСУ второго уровня. Там представительные органы часто формируются делегированием туда сельских депутатов, конечно, единороссов. Какая разница 10-ю патронами расстреливать неправильных кандидатов или 5-ю? Политолог Константин Калачев уверен в косметическом характере реформы, в ряде регионов в фильтре так составляет 5%. И там выборы по части конкурентности принципиально ничем не отличаются от субъектов, где эта планка выше. Также Единая Россия поддержала идею об отмене необходимости предоставлять данные наблюдателей в УИК за трое суток до дня голосования. По словам Эллы Памфиловой, еще потребуется доработать предложения по закреплению статуса экстерриториальных УИК, на них смогут голосовать избиратели из любых субъектов РФ на выборах регионального уровня. ЦИК планирует в сентябре запустить в Москве к выборам в Гордуму 30 таких участков, а в случае успеха проекта расширить сеть цифровых участков к выборам в Госдуму 2021 года до 5000. По словам источников Твердый знак в ЦИКе и участников совещания ВАП, законодательное регулирование таких участков не обсуждалось, все надо делать постепенно и осмысленно. По единому дню голосования были кардинально разные позиции у экспертов, сказала Твердый знак глава ЦИКа, и понимая, что это требует анализа, мы предложили хотя бы выборы в 2019 году перенести на 3 воскресенья сентября, синхронизироваться с выборами в Госдуму. Но эта идея не была поддержана. Отдел политики. Осеннее обновление в губернаторском корпусе. 21 сентября кандидат от «Единой России» Виктор Замин снялся со второго тура выборов главы Хакасии. Пост главы региона он занимал с 2009 года фото, коммерсант Анатолий Жданов. 3 октября Владимир Путин назначил временной исполняющим обязанности главы Хакасии за министра по делам Северного Кавказа Михаила Развожаева фото, РИА Новости. Второй тур губернаторских выборов в Хакасии 11 ноября выиграл кандидат от КПРФ Виктор Коновалов. После добровольного снятия с выборов всех участников первого тура в бюллетенях осталась только его фамилия. Коммунист набрал 57,6% голосов фото, коммерсант Анатолий Жданов. 23 сентября Вячеслав Шпорт проиграл второй тур выборов губернатора Хабаровского края, набрав 27,97% голосов фото, коммерсант Евгений Переверзев. Новым главой Хабаровского края был избран кандидат от ЛДПР Сергей Фургал 69,57% голосов фото, коммерсант Евгений Переверзев. 23 сентября Светлана Орлова проиграла второй тур выборов губернатора Владимирской области, получив 37,46% голосов фото, коммерсант Петр Косин. Новым главой Владимирской области был избран кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин, набравший 57,03% фото, Артем Геодокян, ТАСС. 26 сентября в РИА главы Приморья Андрей Тарасенко отказался от участия в новых выборах главы региона. В крае 16 сентября прошел второй тур губернаторских выборов, итоги которого были признаны недействительными из-за нарушений фото, коммерсант Глеб Щелкунов. В РИА губернатора Приморского края вместо Андрея Тарасенко назначен глава Сахалина Олега Жемякова фото, коммерсант Евгений Переверзев. 26 сентября Александр Жилкин покинул пост руководителя Астраханской области по собственному желанию фото, коммерсант Лагунов Евгений. В РИА главы Астраханской области назначен заместитель руководителя Федеральной таможенной службы, ФТС, Сергей Морозов фото, Максим Караченко, ТАСС. 26 сентября президент Владимир Путин освободил от должности главу Кабардино-Балкарии Юрия Кокова по собственному желанию фото, коммерсант Дмитрий Азаров. Временно исполняющим обязанности главы Кабардино-Балкарии назначен его одна фамилец Казбек Коков фото, Михаил Клементьев, РИА Новости. 2 октября в отставку подал губернатор Липецкой области Олег Королев, впереди много свершений, новые дерзновенные планы. Это дело молодых. Пора уступить дорогу молодежи фото, коммерсант Олег Харсеев. Временно исполняющим обязанности главы администрации Липецкой области назначен Игорь Артамонов, ранее работавший в Сбербанке фото, коммерсант Петр Косин. 2 октября губернатор Курганской области Алексей Кокорин ушел в отставку в связи с переходом на новое место работы фото, коммерсант Владислав Ланшиков. В РИА губернатора Курганской области стал Вадим Шумков, ранее работавший заместителем главы Тюменской области фото, пресс-служба президента России. 3 октября президент Владимир Путин предложил губернатору Санкт-Петербурга Георгию Полтавченко возглавить совет директоров Объединенной судостроительной корпорации. Фото, коммерсант Эмин Джафеаров. Временно исполняющим обязанности губернатора Санкт-Петербурга стал полномочный представитель президента в ЦФО Александр Беглов. Фото, коммерсант Олег Харсеев. 11 октября губернатор Забайкальского края Наталья Ижданова ушла в отставку. В специальном видеообращении она назвала причину ухода внутренние мотивы и объективные обстоятельства фото, коммерсант Глеб Щелкунов. 25 октября Владимир Путин назначил в РИА главы Забайкале бывшего замминистра РФ по развитию Дальнего Востока Александра Осипова фото, коммерсант Евгений Переверзев. 11 октября о своей отставке объявил также губернатор Курской области Александр Михайлов, возглавлявший регион с 2000 года фото, коммерсант Олег Харсеев. В тот же день в РИА губернатора Курской области был назначен замминистра транспорта России Роман Старовойт фото, коммерсант Петр Косин. 11 октября руководитель Башкирии Рустам Хамитов направил Владимиру Путину прошение об отставке фото, коммерсант Глеб Щелкунов. В тот же день в РИА главы Башкирии был назначен мэр подмосковного Красногорска ради Хабиров фото, коммерсант Дмитрий Колпаков. Субтитры делал DimaTorzok 21 сентября кандидат от Единой России Виктор Замин снялся со второго тура выборов главы Хакасии. Пост главы региона он занимал с 2009 года фото, коммерсант 3 октября Владимир Путин назначил временной исполняющим обязанности главы Хакасии за министра по делам Северного Кавказа Михаила Развожаева фото, РИА новости. Второй тур губернаторских выборов в Хакасии 11 ноября выиграл кандидат от КПРФ Виктор Коновалов. После добровольного снятия с выборов всех участников первого тура в бюллетенях осталась только его фамилия. Коммунист набрал 57,6% голосов фото, коммерсант 23 сентября Вячеслав Шпорт проиграл второй тур выборов губернатора Хабаровского края. Набрав 27,97% голосов фото, коммерсант новым главой Хабаровского края был избран кандидат от ЛДПР Сергей Фургал 69,57% голосов фото, коммерсант 23 сентября Светлана Орлова проиграла второй тур выборов губернатора Владимирской области. Получив 37,46% голосов фото, коммерсант новым главой Владимирской области был избран кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин, набравший 57,03% фото, Артем Геодокян. ТАС 26 сентября в Рио главы Приморья Андрей Тарасенко отказался от участия в новых выборах главы региона. В крае 16 сентября прошел второй тур губернаторских выборов, итоги которого были признаны недействительными из-за нарушений. Фото, коммерсант. В Рио губернатора Приморского края вместо Андрея Тарасенко назначен глава Сахалина Олега Жемяка. Фото, коммерсант. 26 сентября Александр Жилкин покинул пост руководителя Астраханской области по собственному желанию. Фото, коммерсант. В Рио главы Астраханской области назначен заместитель руководителя Федеральной таможенной службы, ФТС, Сергей Морозов. Фото, Максим Караченко, ТАСС. 26 сентября президент Владимир Путин освободил от должности главу Кабардино-Балкарии Юрия Какова по собственному желанию. Фото, коммерсант. Временно исполняющим обязанности главы Кабардино-Балкарии назначен его одна фамилец Казбек Коков. Фото, Михаил Клементьев, РИА Новости. 2 октября в отставку подал губернатор Липецкой области Олег Королев. Впереди много свершений, новые дерзновенные планы. Это дело молодых. Пора уступить дорогу молодежи. Фото, коммерсант. Временно исполняющим обязанности главы администрации Липецкой области назначен Игорь Артамонов, ранее работавший в Сбербанке. Фото, коммерсант. 2 октября губернатор Курганской области Алексей Кокорин ушел в отставку в связи с переходом на новое место работы. Фото, коммерсант. В РИА губернатора Курганской области стал Вадим Шумков, ранее работавший заместителем главы Тюменской области. Фото, пресс-служба президента России. 3 октября президент Владимир Путин предложил губернатору Санкт-Петербурга Георгию Полтавченко возглавить совет директоров Объединенной судостроительной корпорации. Фото, коммерсант. Временно исполняющим обязанности губернатора Санкт-Петербурга стал полномочный представитель президента в ЦФО Александр Беглов. Фото, коммерсант. 11 октября губернатор Забайкальского края Наталья Ижданова ушла в отставку. В специальном видеообращении она назвала причину ухода внутренние мотивы и объективные обстоятельства. Фото, коммерсант. 25 октября Владимир Путин назначил в Рио главы Забайкалья бывшего замминистра РФ по развитию Дальнего Востока Александра Осипова. Фото, коммерсант. 11 октября о своей отставке объявил также губернатор Курской области Александр Михайлов, возглавлявший регион с 2000 года. Фото, коммерсант. В тот же день в Рио губернатора Курской области был назначен замминистра транспорта России Роман Старовой. Фото, коммерсант. 11 октября руководитель Башкирии Рустем Хамитов направил Владимиру Путину прошение об отставке. Фото, коммерсант. В тот же день в Рио главы Башкирии был назначен мэр подмосковного Красногорска ради Хабиров. Фото, коммерсант смотреть минус.